Масштаб личности определяется масштабом цели. А чего хочешь ты? Представь корабль, на котором экипаж и абсолютно каждый член экипажа знает свои задачи, что он делает, каким последствиям это приведет. И в первую очередь капитан корабля, где в целом весь экипаж, знает, для чего они это делают. Конечная цель, куда они идут. И у каждого есть своя задача. Каждый понимает, что я вот эту держу веревку, натягиваю, поднимаю паруса и так далее, для того, чтобы там был попутный ветер и так далее. Но если экипаж корабля не понимает, куда он идет, соответственно, он не понимает, что ему делать. И в таком случае бесцельно у такого корабля любой ветер будет попутный. Но при этом этот корабль не будет знать, как и экипаж, куда он придет. А придет он туда, куда дует ветер. Если ты сейчас находишься здесь, если ты сейчас смотришь это видео, то ты хочешь изменить ту реальность, в которой ты сейчас находишься, которая вокруг тебя. И до тех пор, пока ты будешь рассказывать себе истории, объяснять, почему сейчас у тебя этого нет, рассказывать себе истории, почему у тебя сейчас не получается, ты будешь оставаться в этом ментальном аквариуме, в котором нет того результата, в котором нет той цели, которую ты хочешь. И ты будешь, может быть, где-то видеть ее на горизонте, пытаться ее найти вокруг, но она тебе будет недоступна. До тех пор, пока ты сама, не я, не другие, а ты сама не поставишь под сомнение всю ту свою реальность, в которой ты находишься, абсолютно всю, особенно свои искренние убеждения. Потому что как раз таки все люди, все девочки, которые хотят быть стройными, которые хотят изменить свою жизнь, они искренне ошибаются в своих убеждениях. Есть вещи, которые я говорю, и ты с ними соглашаешься, принимаешь их к себе, но если ты будешь соглашаться с тем, с чем ты уже согласна, ничего не изменится. Это будет тебя только тормозить и даже останавливать, потому что то, что ты знаешь, уже не дало тебе результат. Ты не смогла это применить так, чтобы это дало хороший результат, который бы тебя удовлетворил. Поэтому эти знания сейчас тебе только мешают. Вот как диванные генералы, они все знают, но остаются на диване. А если ты будешь не соглашаться с теми убеждениями, которые я транслирую, которые противоречат каким-то твоим убеждениям, то опять же все останется так же. То есть ты возьмешь с тем, с чем ты согласна, и не возьмешь с тем, с чем ты не согласна. И ты тогда останешься старой. Поэтому бери абсолютно все, пропускай через призму, своих искажений и смотри, какие убеждения противоречат твоим собственным. И скорее всего, именно в этих убеждениях кроется то, что тебя останавливает. Поэтому чем больше ты с чем-то не согласна, это говорит только о том, что нужно посмотреть, с какими твоими убеждениями это конфликтует. И изменив эти убеждения, может быть, на другие, более масштабные, ты начнешь расти как личность. Истинные цели и желания. Вообще что это? Все говорят о том, что нужно найти истинную цель. Дело в том, что все желания, все цели, все, что мы хотим, мы берем из среды. Мы не можем захотеть того, чего мы не знаем. И опять же, всегда привожу этот пример, что если бы мы жили где-то в Африке, то бы мы не хотели то, что мы сейчас хотим, просто потому, чтобы мы этого не знали. И цель, желание, которую мы берем из среды, становится нашей, когда мы это захотим. Она становится искренней, настоящей целью, когда мы сами этого захотим. И цель должна мотивировать, должна зажигать в тебе глаза, а не тяготить. То есть представь девушку, которая хочет похудеть и только на секунду представляет себе в голове весь этот процесс, у нее сразу возникает... Вот как она представляет себе все эти трудности, у нее сразу отбивает все это желание. Поэтому твоя цель должна тебя мотивировать, вдохновлять, чтобы ты хотела, хотела, не заставляла себя вставать в 6 утра, а хотела вставать ради этой цели в 6 утра. А если ты уже встаешь в 6 утра, то подумай, ради своей цели ли ты встаешь. И при этом боль неизбежна. Будет тяжело, будут трудности. И как раз таки справляясь с этими трудностями, ты будешь расти как личность. А мучения опциональны. Мучения – это выбор. И ответь себе на вопрос, чего хочешь ты. Какой ты хочешь быть? Как ты хочешь выглядеть? Как ты хочешь жить? Кем? Чем ты хочешь себя окружить? И хочу сказать, что цель должна быть чуть-чуть на вырост. То есть, чтобы идя к этой цели, ты так же вместе с ней росла. Потому что если цель будет слишком маленькая, она тебя не будет мотивировать. Она будет для тебя скучной, нудной, неинтересной. А если цель будет слишком высокой, то она тебя тоже будет демотивировать, потому что она будет казаться тебе далекой и недостижимой. Поэтому, чтобы ты была всегда в состоянии потока, цель должна быть чуть-чуть на вырост, чтобы она тебе была немного тяжелой, и в процессе этого ты становилась сильнее. После того, как ты поняла, что ты хочешь, и при этом поняла неодносложно, хочу похудеть, хочу машину, хочу парня, хочу мужа, хочу детей, хочу новую работу, распиши максимально подробно, чтобы ты искренне этого захотела. Далее ты должна понять, а зачем тебе это надо. Потому что если ты просто думаешь для себя, просто потому что хочу, ты на это у себя не найдешь энергии. Поэтому ты должна понимать, зачем и для чего вообще тебе это надо. Зачем ты это будешь делать? Зачем ты будешь вставать в 6 утра? И когда ты погрузишь себя в это состояние, а тебе нужно будет погрузить себя в это состояние, чтобы ты уже ощущала себя там, из этого состояния нужно делать. То есть я приводил пример, что все хотят похудеть, но мотивы у всех разные. То же самое и с машиной. То есть все хотят машину, а для чего? У всех по-разному. И ты также должна первое понимать, что ты хочешь, а второе должна понимать, для чего тебе это надо. Потому что если ты сама себе не ответишь конкретно, зачем тебе это надо, ты ничего не будешь делать. Потому что если у тебя не будет понимания, зачем, ты не будешь это делать. Если будешь, то недолго. При этом при всем, ты должна получать удовольствие от процесса. Вот здесь есть девочка, Лариса, которая сейчас кайфует от тренировочного процесса. И каждая из вас должна кайфовать, ну не только от тренировочного процесса, от всего своего пути. Потому что путь даже важнее, чем цель. Потому что цель может поменяться в процессе. Ты вырастешь как личность и поймешь, что мне это уже не интересно. Я хочу большего. И твой вектор чуть-чуть изменится. А если ты при этом при всем получаешь удовольствие, то цель уже для тебя будет второстепенна. Помимо этого, я тебе также рекомендую сделать твою цель способом ее достижения. То есть, вот допустим, девушка говорит, когда я похудею, я пойду на танцы. А я тебе говорю, иди на танцы, получай от этого удовольствие, кайфуй, и это послужит способом достижения твоего результата. Либо, допустим, другая девочка говорит, когда я стану блогером популярным, я поеду в Таиланд. Буду там снимать блог. А я говорю, едь в Таиланд, и здесь снимай блог. И то есть, сделать свою цель способом достижения этого результата. Приятное с полезным. Когда ты ответишь себе на вопрос, что ты конкретно хочешь, не общими словами, машину, квартиру, хорошо жить, за все хорошее против всего плохого, а конкретно распишешь, после этого, когда ты распишешь, для чего тебе это надо, чтобы ты сама себе ответила, чтобы у тебя самой было понимание, для чего тебе это надо, отсюда будет еще один вопрос, на который мы будем отвечать чуть позже, но сейчас я его затрону. Это какой ты должна быть, чтобы это делать. Потому что старая ты плюс новые действия равно старый результат. Если ты со своим старым подходом возьмешь новые действия, скорее всего, это даст старый результат, либо даст слабый результат. Но если ты будешь новая, по-новому мыслить, принимать решение из вот этого состояния, погрузившись себя в результат, в свое будущее, не из состояния, где у меня все плохо, а из состояния, где у меня все хорошо, то будет новый результат. Старая ты плюс новые действия, старый результат. Новая ты плюс старые действия, новый результат. при этом, при этом при всем, если ты сама не веришь в то, что это возможно, что ты сможешь получить результат, который ты хочешь, то ты его не получишь. Потому что должна быть четкая, радикальная вера в то, что это возможно. И я тебе скажу, что это возможно. Все зависит от того, веришь ты в это или нет. А скорее всего, твоя вера основывается на твоем предыдущем опыте, который тебя уже привел туда, где ты сейчас находишься. И это демотивирует. Но на самом деле, твои предыдущие результаты, попытки, говорят только о том, что ты делала не из того состояния. И поэтому останавливалась. Если мы сейчас говорим про похудение, потому что с новым эмоциональным настроем, с верой, ты достигнешь того результата, который ты хочешь. И я знаю, что это возможно. А чтобы пойти вот в этот новый результат, чтобы получить новый опыт, нужно его обесценить. Нужно обесценить предыдущий опыт. Обесценить свои прошлые достижения, но при этом не обесценивать себя. Обесценить результат, но не обесценивать себя. Приведу пример. Вот есть тренеры, бывшие спортсмены, которые всю жизнь, до конца жизни рассказывают, какие они были крутые спортсмены, как много они поднимали, либо как хорошо они выступали, но при этом работают в подвальной качалке, потому что это единственное. Они потратили всю свою жизнь, они потратили все свое время на это. Им страшно это отпустить, потому что если они это отпустят, у них ничего не останется. Но не отпустив старое, невозможно взять новое. И то же самое с этим проектом. Я почему его раздаю всем, выложил в открытый доступ, потому что для того, чтобы мне его отпустить, мне нужно его было обесценить, обесценить свои прошлые результаты. Потому что если бы я бы держался за свои прошлые результаты, я бы не смог заниматься тем, чем я начал заниматься сейчас. Но при этом ни в коем случае не обесценивать себя. Луна! Иди сюда! Че ты? Не бегай к кошкам дворовым. Поэтому наше задание расписать подробно все то, что ты хочешь, но при этом цель тебя должна мотивировать и зажигать. Она должна быть немного на вырост. Слабая цель демотивирует, слишком высокая цель демотивирует. Луна! Второе. Расписать, для чего тебе это надо. Погрузить себя в этот результат. И из этого состояния уже принимать решение. И здесь я также дал несколько ссылок на тему именно похудения. Но сейчас мы говорим больше, чем про похудение. Но я также рекомендую ознакомиться с этим материалом. Особенно тем девочкам, которые не были на последних проектах. Чтобы быть в контексте. Желаю всем самой продуктивной шерсти. Недели и расписываем цели. Субтитры создавал DimaTorzok